Камера-мотор! Камера-мотор! Так, мы сегодня в архиве информационный завтрак на траве. Мы собрались натощак в музее современного искусства «Гараж» на искусственной лужайке под искусственной козой, чтобы поговорить о художнике, как о стартапе, и о возможных маркетингово-художественных стратегиях. Сегодня утром на этой лужайке предположим, что окончательно победил информационный гедонизм. С нами Ольга Белова, художник и арт-критик, и Сергей Бабкин, работник искусства «Куратор». Спасибо, что присоединились к нам в столь раннее утро. Так, звук лисы. Не знаю, слышен он или нет. Это на протяжении всего подкаста. У нас будет сопровождать крик лисы. Похоже, он максимально... Предположительный лисы. Да, предположительный лисы, который максимально точно описывает состояние собравшихся здесь художников. Нам предстоит плотный завтрак с пищей для ума. И мы подготовили небольшое меню, для нашего завтрака. Не знаю, как будем двигаться. Будем выбирать тему, или пойдем с утра с кофе начнем. Как желание? Давайте с кофе. Информационно. У нас кофе-клониализм. Бодрящий, ароматный, тотальный. Перегретый. Перегретый что вы? На котором колониально кормятся художники, теоретики, институции. Какие темы еще не эксплуатировались в художественном дискурсе. Это был вопрос. Это был вопрос. Это скорее был пункт меню. Вот такой у нас кофе. Это был стартер для... Бодрящий. Это просто тема, которая сейчас обволакивающей субстанцией в принципе проходит через все вопросы не только даже современного искусства, но и... Ну как бы этот колониализм, деколониализм и постколониализм это как бы какие-то общие места, но на которые, как мне кажется, они уже перешли в какой-то ранг просто заговаривания, что ли, зубов. И вот мы хотели как будто бы, наверное, деколонизировать деколонизацию или поговорить о самом том, почему вообще об этом именно говорят и помогает ли это вообще как-то в разрешении этих вопросов или просто происходит их... Ну перевод просто вот в какую-то дискурсивную поле, но при этом не... Ну как бы у всех за счет этого снижается напряженность, потому что об этой теме говорят, но при этом, ну как бы, сам колониализм только ухудшается, да, от этого, потому что... Он вообще может ухудшаться. Подожди, а мы будем... Я хочу тут уточнение сделать, а мы будем рассматривать институцию как колонизирующую тоже такой субъект, да? Конечно, конечно. Это один из примеров. То есть потому что мы здесь как бы на территории институции... И паразитируют ли институции на художниках? Вот такой вопрос. И паразитируют ли художники на институциях? Да, и паразитируют ли художники на институциях? И нормально ли это всегда? Я не знаю, смешиваете вопросы, нет? Да, может быть. На самом деле это уже пошла яичница. Тут еще такая история, то что в этом вопросе тут окончание такое интересное, какие темы еще не эксплуатировали в художеском дискурсе? Это другой адский вопрос, мне кажется, который вообще вопрос не без дней, который будет куда-то... Ну, в принципе, как будто бы не культурен, но в этом кофе он немножко присутствует. Мне кажется, нужно разделить две истории про эксплуатацию и про неэксплуатацию, потому что всегда есть какие-то художники, институции, кураторы, кто угодно, кто пытается хайповать. И всегда... А хорошо ли? Нормальное ли это вообще? Почему нет? Вот мы сегодня говорим, смотри... Мне кажется, что это какая-то реальность просто. Ну, как бы есть люди, которые хайпорезы. Вот Пикассо тоже был известный хайпорез. И хайповал на трендах. Ну, как бы плохо, это хорошо, но никак. Мне кажется, это просто факт, что это есть. Мы должны исходить из того, кто из какой позиции говорит, потому что когда мы сейчас пытаемся... Я не пытаюсь ничего деколонизировать сейчас, но когда пытаются деколонизировать деколонизацию, как бы люди, которые в привилегированной позиции в отношении к очень многим нашим согражданам находятся, это вот как раз тот пункт, вокруг которого и нужно строить этот разговор. Ну, то есть кто говорит и как. Как ты думаешь, мы находимся как художники в привилегированной позиции? Ну, в отношении колониального... Если мы имеем то, колониальный вопрос, это довольно определенный тип эксплуатации насилия, который связан с эксплуатацией людей, других людей. Вот. Ну, то есть... Только ли людей еще вот так? Ты имеешь в виду строго на определении колониализма? Да, мне кажется, нам нужно быть строгими, иначе как бы начнется... Хаос. ...запись подкаста в 10 утра в воскресенье. Хаос. Нет, ну нам нужно быть строгими, потому что... Чтобы как раз не воспроизводить то же самое насилие в итоге. Чтобы, наоборот, заострять вопрос, который... Ну, как бы, как сказать, серьезный. Ну, все такое. Ну, мы не хотели писать сильно серьезный подкаст. Все-таки в воскресенье в 10 утра, это не очень серьезный. Но почему мы вообще в этой теме-то говорили? Мы тут находимся на некой работе, в инсталляции некой, да? И вот к ней есть такая претензия, что она эксплуатирует животных. И нам показалось, что это достаточно смешная претензия, потому что никаких животных вообще никто не трогал, и тут вообще не существовало. Ну, ничего из того, что здесь описано, и ничего из того, что здесь происходит, этого ничего не было. Тем не менее, когда мы готовили эту работу, мы столкнулись с тем, что, например, как отнесется там некий пиар-отдел, да, к тому, что мы эксплуатируем там козу. Может ли она там быть искусственной или чучела? Чучела, конечно же, она уже быть не может. Чучела быстро отпала, да? То есть на таком уровне идет некий отсев и, ну, как сказать, влияние на твою работу, да, на то, как это будет выглядеть, то есть некие установки, как ты сказал, да, строг, быть строгими, значит, понимать свое положение, соответственно, не пользоваться им, да, то есть понимать всего, что... Ну, а ты неизбежно им будешь пользоваться, ты должен просто осознавать эти моменты. То есть ты думаешь, что невозможно выбраться из этого... Ну, только революционная ситуация. Круга, круг насилия. Поможет нам. Или внутренняя иммиграция. Ну, да, радикально. Внутренняя революция или внешняя революция других? У тебя просто мозги взрываются в середной коробке. Вообще, касательно колониализма, мне кажется, это стадия вообще проговаривания проблем более открытой. То есть это когда обнаружение какой-то проблем в скрытой уже форме, потому что, ну, мне кажется, куда опаснее мутированный колониализм, когда вроде как это все совсем... Ну, например, что происходит со странами третьего мира, там, в Гладешем и Индии, и как высасывать ресурсы более развитой страны, скрытой форме. Но то, что мы их называем странами третьего мира, уже в этом есть какая-то... Тем не менее, да, и это мутированная форма колониализма уже, когда, типа, те же страны затоят предыдущим тенденцию деберантности какой-то. И тут вопрос проговаривания, а не абсолютного избавления. Потому что я не верю, в принципе, в революционную идею победы на колонализме. Мне кажется, это скорее должна быть супер открытая история, о которой постоянно нужно будет проговаривать и сама как-то останавливать себя от попыток его не инвестицизироваться. Ну, тут, наверное, действительно это очень сложно, в том смысле, что вот это, как бы... Какая тенденция деберантности, она всё-таки идёт из Запада, наверное, в первую очередь, да? И как бы институции об этом говорят. И это как раз вот кто говорит, а говорят, собственно... Ну, это в нашей, как бы, оптике сейчас здесь, в нашем контексте художественного производства, так кажется. Но, как бы, она идёт не из Запада, она идёт... От как раз тех стран, которые, да, то есть там есть... И людей оттуда, которые живут на Западе. Мне кажется, она идёт изнутри людей в том плане, то, что есть позиция более развитых, менее развитых. И есть, как бы, условная привилегированность внутренних, которую сам человек решает из-за того, что у него есть там больше каких-то знаний условных тоже. Ну, типа какой-то науки, которой обладает там развитый человек. И тем самым идёт... Ну, например, в этой работе, мне кажется, это катарский показатель. Потому что Алтая — это такой регион, да, где сохранились какие-то внутренние устои, да, там до сих пор люди, ум, они уходят на кочёвку. Кстати, классно, что ты вспомнила об этом, потому что вот насчёт этого Алтая. Работа началась на Алтайской Биеннале и была сделана для Алтайской Биеннале. И вот Алтайская Биеннале — это такая попытка привести искусство, да, или джентрифицировать некий регион, в котором за счёт там художников, за счёт того, что там начинается и начинается в Биеннале, по идее, может развиться некий туризм, да, какие-то приехать, я не знаю, привлечены средства там к этому региону. Отключиться к финансовому потоку. То есть типа художника используют как реально такой ключик, который... Как пиар-агента, что ли? Ну да. Не знаю, как это называется. Ну вот этот разговор об... Это уже новый разговор. А Алтайская Биеннале существует? Ну вот в том числе... А это ещё один разговор. Это тоже интересный вопрос, потому что как будто бы она была полуспекулятивна, то есть полуспекулятивная работа. Больше чем полу. Да, но полуспекулятивная. Ну это вообще интересный момент, то есть мы сейчас находимся на выставке спекуляций и фейки, да, но Алтайская Биеннале как будто даже до конца не подходит под это всё. Она достаточно реальная, насколько вы поняли. То есть мы даже есть какие-то поселители... То есть вы не приезжали? Нет, нет, мы не приезжали. Там невозможно приехать. Ну как, там невозможно приехать. Ну туда кукурузникам. Нам сказали, что нужно лететь на кукурузнике будет. На Биеннале. Я вас не слышно, я не говорю. Мы ещё интересовались. Лететь на кукурузнике на Биеннале – это круто. И вот как будто бы даже мы когда спрашивали у тех, кто... У организаторов это Биеннале, да, такое звучало просто, что вроде как местным и не нужно никакое Биеннале. Да, если мы как бы обращаемся всегда в какой-то реальности, вот как люди живут, да, то начинает сразу понятно, что они живут в какой-то очень реальной реальности. А ты приходишь к ним с какими-то как будто погремушками, да, и они просто это сразу видят. И, ну вот единственное, что их как бы подталкивает, это то, что... А, ну это как у человека, у которых есть какие-то деньги, здесь какой-то может начаться движ, и вообще от этого нам может быть какая-то польза. Поэтому некоторые из них могут сделать вид, что как будто бы то, что вот эти погремушки – это все правда. И он такой, а, ну да, давайте сейчас. И как вот там какие-то, когда приезжают племена, да, и они с радостью надевают все свои наряды, начинают танцевать, хотя они уже давно сами не танцуют для себя, да, они бегают с калашами. Но как бы ради вот этого, как бы попытки улучшить свою реальную ситуацию, да, с помощью каких-то средств, которые будут привлечены в этот регион, они вступают в этот спектакль. И это всегда выглядит как бы... Я сейчас зашел на сайт президентских грантов, они подавали на грант, и они запрашивали 495 тысяч рублей, и софинансирование 943, то есть общая сумма расходов по реализации проекта всего полтора миллиона рублей. Ну это типа пол выставки в музее. Ну это не особо звучит как... Типа расходы на... Они не получили, да, как расходы на... Поэтому, может быть, она и была бы... Похожа на фейк, да. Ну вот хороший вопрос о финансировании. Например, как выставки... Ну, колонияизма мы же не разобрать еще. Ну, напомню, это то, что... Хочешь что-то сказать? Не-не, мне просто интересно было именно колония... Институция, колонизирующая функция, как бы вот именно со стороны институции. Ну вот мы сейчас про это же и говорим. Вот мы сейчас про это и говорим, да. Смотрите, вот к этой выставке есть претенция, что она очень сделанная. Типа много денег потрачено, да, и видно, что художники, которые... Опять же, мы, возможно, тоже делая эту инсталляцию при других условиях, при другом финансировании, имели бы другой результат. У нас есть два примера, но очевидно, то есть это... в этой работе есть двойник, который был на... Бесплантной минале. ...вот этой реальность публикинга. И который не потребовал вообще никакого продакшен. То есть продакшен там заключался в тексте... ВДФ-ка на четыре страницы. Да, в ВДФ... С тремя картинками нафотошопленными. И как только выявляйте деньги, у них как бы какая-то функция материализации. Это же классно. Я вот вчера была на выставке «Винзавод Оупен». Школьная выставка всех школ. И ты ходишь по этой выставке, и ты понимаешь, что очень не хватает в Москве продакшен возможностей, и очень не хватает вот этой инфраструктуры, каких-то мастерских, где можно попробовать разные материалы, поработать с ними, что-то сделать, ну, как бы классно. Потому что в целом обычно все работы делаются из подручных материалов, скажем так. Из говной палок, да. Из говной палок, да. И стандартная радуга. Это правда. И мне кажется, что это очень круто, когда есть возможность сделать работу из каких-то более интересных материалов, более масштабную. Не уводит ли это часто? Не можешь ли это уводить как бы от темы? То есть если работа может состояться с помощью текста и трех фотошопленных картинок, то зачем, да, например, ну, такой вопрос. Вот это все, типа, дорогое, там, 40 тысяч, 100 тысяч, там, вот это вот. Ну, понимаешь, тогда можно упрощать, если работа может состояться на уровне устного формулирования идеи, ну, давайте просто встречаться в пространстве выставок, садиться в кружок и рассказывать друг другу свои идеи. Вот отличная выставка. Ну, если мы говорим о мире, что мы делаем все. Ну, да, это супер, я тоже что-то. Да, это супер, серьезно. Зато это супер эко-френдли, это сустейнабл. Ты не... Просто колеблешь воздух, и вы все-все поняли. Но с другой стороны, вот какая может быть функция у такого, вот прям, вот такой материализации, это очень похоже на внешнюю память, как у насекомых, или там, у грибов. То есть насекомые запоминают, но они ничего, ну, как бы, они не запоминают, они просто раскладывают предметы или как бы их окружающие вот эту вот реальность. Это их память, да? То есть если ты выходишь из норы, у тебя там лежит какая-то гусеница, которую ты там положил, ты такой, о, у меня аж гусеница была. Я думаю, что мы очень тактильные. У нашего вида это называется культура, да? Да, да, да. Мы же все очень, у нас тоже самое. Мы сильные, мы в пространстве, как бы для нас важно пространство, когда ты попадаешь в классную, сделанную работу, ты испытываешь гораздо больше эмоций, чувств, ощущений, чем когда ты смотришь на текст напечатанный, и тебе нужно еще подключить какое-то воображение, не у всех воображение суперразвитое. Мне кажется, это одна из вот таких важных очень функций художника превращать идеи в какую-то пространственную эстетическую форму, попадая в которую, люди, которые не обладают художническим видением, вдруг соприкасаются на уровне, на разных уровнях с какой-то темой, например, темой колониализма. И через это они что-то понимают лучше, чем... Ну, то есть можно же, в принципе, никаких работ не делать, а просто пойти в библиотеку, читать книжки про колониализм. Ты говоришь, роли, просто опция, типа можно так, можно так? Можно по-разному. Я очень люблю искусство за вот эту возможность его увидеть, потрогать, поучаствовать в нем. Полежай. Я очень люблю работы, в которых можно полежать. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ну вот смотри, а такое... Подождите. Я слышу? Да. Супер. На самом деле, нам вас просто не видно, и... Ага, это не видно. Слышно? Слышно? Я не хотела, так как... Не надо. Говори-ка. Мы тебя видим и слышим? Да, вы тебя и меня видите, но я вас нет. Все нормально. Я хотела сказать, что, в общем-то, это же... А, когда выставка находится в музее или в галерее, она рассчитана на то, что она должна заниматься зрителем без участия художника. И как бы разговоры в художниках работе могут быть не совсем понятные стороны, потому что они часто планируют в физическом технологии, и также говорят, что они будут непонятны ищутся, которые могут быть непонятны со стороны. И можно для этого, собственно, и нужна такого рода визуализация, чтобы это было понятно без... Ну, вот тут хороший вопрос, должно ли искусство быть понятным? Вот тогда так. Не должно быть понятным, но вот я, честно, за последнее время как-то очень поменяла отношение к развлекательной стороне искусства, и мне кажется, что это круто, когда искусство, оно тебе открыто. Открыто не в смысле понятно, а оно вот как бы оно есть, оно присутствует... Делает шаг на встречу, понимает. И оно тебя вовлекает, да. Потому что я, честно говоря, очень устала вот от этих работ, типа я буду... Такая работа висит, и говорит, я буду максимально непонятная, потому что если я буду понятная, то меня обвинят в том, что я участвую в спектакле, и поэтому я не буду в нем участвовать. Ну, как бы... Слушай, насчет спектакля, вот тоже интересный тренд, не знаю, тема, которая у нас была заявлена в меню, об инстаграмм, инстаграмм, составляющую любой работы, любой инсталляции. Мы знаем, что вот в Кубе был какой-то бум, на какой-то из выставок начали валить адско-тиктокеры, и снимать на фоне работ в тиктоке. Настолько их было много, что Кубу пришлось даже ввести как бы плату на фото. Заседать себе тикток? Да, просто... Они ввели эту плату, и это породило вообще волну того, что тиктокеры потом... Просто все. Есть же остальные музеи. То есть, и произошла целая такая вспышка каких-то тикток-музеев. Тикток-челлен. У нас полтора месяца, типа... Да, но снимали какие-то... что это не помогло музеям, ассоции. А сама... Нет, это все... Это помогло музеям, потому что, например, у нас есть подруга, которая работает в музее артфо, и они прям ждут тиктокеров. Вход без... В музее артфо, что еще остается? Табличка на входе без... Тиктокерам вход бесплатный. Вот это и сделанность работы, и ее внешний вид. Типа, на фоне чего захочется сниматься... захочет сниматься тиктокер, типа... Меняется ли здесь... Меняется ли здесь функция искусства, вот скажем так, если она становится фоном для тиктока? Я бы здесь, опять же, разделила эту историю со стороны художника. То есть, ты делаешь какую-то работу в каком-то контексте, делаешь ее хорошо или плохо, у тебя большой бюджет или маленький, но тикток и инстаграм, они как бы есть. Люди как бы в них снимают, сделаешь ты свою работу или не сделаешь, они все равно будут снимать тиктоки. И если твоя работа хоть как-то их привлекает, ну, почему бы и нет? Тут дальше вопрос, что есть художники, которые делают карьеру по всем законам делания карьеры, и тогда они, конечно же, учитывают вот этот бренд, что как бы пиар, инстаграм, тикток, давайте сделаем что-нибудь, чтобы наша работа распространилась. Я думаю, что если бороться с инстаграмом и тиктоком, то все равно, что кричать на ветер. Не-не-не, мы не сейчас не пропаривали. Потому что есть разкидет речь. Это мнение тотального взгляда людей, потому что если мы настолько много фотографируем и постим это все и просматриваем видео уже там по несколько секунд, у нас с ним просто кресилось время восприятия контента и для нас уже как бы мы все воспринимаем через картинки, потому что постоянная фотка не шла. Ну да. Вот и просто к чему это все как будто бы ну есть такое ощущение, что в целом ну происходят такие переломы ну в обществе, которые основаны на различных социальных или технологических переходах, да? Ну допустим там Ангард появился в начале 20 века, который поменял ну в целом вообще что такое искусство, да? ну типа писсуар смог стать искусством наконец-то. А до этого об этом общении ну типа не могло ушло речи, не могло идти речи. И это было связано как с социальными, так еще и с технологическими как бы новыми возможностями. и уж не находимся ли мы сейчас например в какой-то точке, в которой можно было бы сказать, что в целом ну вообще искусство это теперь не совсем то же самое, что было даже хотя бы 10 лет назад, 20 лет назад. Может, примерно то же самое? Нет, оно может быть еще продолжает репри... ну это лет продолжается, но... Те влияния технологии оно на искусство это не какое-то... это не прямое влияние, что типа, ну, например, не знаю, там 3D-печать не изменила структуру особо. и так же как фотография появилась в 19 веке она как бы очень опосредованная как бы скорее те изменения в живописе доминирующем виде искус... не знаю, как сказать... медиуме в искусстве тогда они были связаны не с появлением фотографии, да, хотя отчасти и с ней, но скорее схожими процессами влияния, ну то есть понимание к оптике, к изменению положения субъекта из-за технологического развития научного социального и все такое. Ну то есть здесь мы не должны путать, ну как бы смешивать в одну кучу художественное производство, технологии, как формы потребления. Почему мы не можем это смешивать в кучу? Ну кто нам мешает? Смешать все в кучу. Не, а можно... Нет, просто это же не на ровном месте вопрос, да, потому что вопрос в целом как и о чем говорить, да? Ну то есть а он всегда лежит в той плоскости, а как это распространяется, как это показывается, то есть грубо говоря, ты как художник говоришь какую-то тему задеваешься работе, которая как раз по униолюзму, потому что ты сделал работу, да, но они на ее фото, например, как бы вот эти хайп-медиа такие, да, типа ТипТока, Инстаграма, они это могут призахватить и сделать из твоего послания вообще как бы другую вещь, да? Ну это часто... даже уже как бы настолько от этого... Вот это не только с искусством случается, это с 68-м годом случилось, например, как бы кооптации, как бы желание освободить желание, да? И что привело как бы к постфордистской системе труда, там, неолиберальной себе штуки и так далее. Мне кажется, что вроде все истории типа Инстаграма, ТикТока, ну это то же самое, что Инстаграма, ТикТок, это там условно телевидение, радио просто новое, да? Как это появилось телевидение и радио с искусством как таковым, на самом деле ничего не произошло из-за этого. Телевидение и радио начали транслировать искусство, но само искусство от этого не особо поменялось. И вот для того, чтобы использовать этот медиум в художественном поле, художник должен произвести какую-то операцию по присвоению этого медиума. не медиум присваивает художественную работу, а художник присваивает медиум. Я вчера ходила в Даражскрим на фильм Амали Ульман «Планета». И вот Амали Ульман собственно известна тем, что она делала Инстаграм, в котором она имитировала роскошную жизнь, пробираясь во всякие отели, фотографируясь там. И вот это в целом художественный жест. Но от того, что какая-нибудь роскошная женщина с Инстаграмом на миллионах подписчиков придет и снимется на фоне работы Амали Ульман, она никак эта работа от нее не убудет. Она просто, ну кто-то ее увидит из тех, кто не ходил в музе. Ну, в принципе, убедит и какой природ? Ну, мне кажется, просто, что ТикТок и Инстаграмы они не как-то, они только влияют на охваты, но они никак не меняют искусство как-то как-то. Ну, да, это скорее есть вопросы из-за того, у меня ДМС еще никто не отменял. Но не меняют ли они все-таки художник как-то строить свою практику в том смысле, что теперь как будто необходимо делать так, чтобы искусство во-первых, было представлено в том же Инстаграме и было представлено все-таки определенным образом именно Инстаграмом было. Оно должно быть визуально быстро схватываемо как какой-то интересный образ, который спонет. Я думаю, тут вопрос разделения как художник делает свои работы, как художник делает свою карьеру. То есть, если ты хочешь, чтобы галеристы тебя нашли, у тебя должен быть Инстаграма какое-то портфолио. требования, что типа сейчас все искусство должно быть супервизуальным, мне кажется, оно искусственно, оно может быть разным, оно есть разное. Его может, мне кажется, даже не быть в Инстаграме. Оно может быть очень разным и вот мне кажется, тут нет какой-то такой прямой связи, что типа супер какое-то зрелищное искусство, оно всегда супер популярное. Теперь у тебя нет такой связи? Прямой нет. На популярность влияет очень много разных факторов. Например, хорошо, мы сегодня вот хотели говорить о художнике как о стартапе. Что может повлиять на художника как на его популярность? давайте еще тогда похитрее чуть-чуть. Ну, просто здесь есть проблема, да, и она, в принципе, даже есть в меню. Это проблема, которая, вот что такое, ну, как бы популярность и как, ну, ну, как бы художник, он не должен быть популярным, да, то есть, потому что для этого, по сути, были сделаны институции, которые, ну, как бы, люди действуют в рамках популярности, да, то есть, что быстрее, лучше они усваивают. Но современное искусство, как бы, очень много есть примеров, которые вообще не очень-то легкие, да, произведения, и они не то чтобы, там, как бы, какие-то популярные, но они стоят, там, музеи, они уже в какой-то истории, и это сделано благодаря тому, что есть институции, там есть эксперты, которые из всего вот этого, то, что быстро, там, работает, они все-таки, как бы, нашли в себе силы обратить внимание на что-то, там, сложнее, да, типа сказать, что на самом деле вот это круто, да, а вы дальше думаете, почему, ну, как бы, там, ряд текстов мы напишем вам по поводу этого, но вот это вот, типа, популярное или признанное экспертным сообществом. Хочешь понять, какой-то рецепт, какое искусство нужно сделать, чтобы войти в историю искусства? Да, 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 конечно, мой работа нету. Совсем, совсем об этом. Я хочу попасть, например, в вечность, ну, предположим, хочу я в вечность, да? Но вы уже попали в книжку про самоорганизацию. Да. Вы уже близки к нам. Но ты не почувствовала дыхание, да? Ты не почувствовала дыхание, в вечность. В качестве дыхания в вечность. Что-то, что-то... Что-то... Твоя работа такая, пару лет назад, я видела в Киасле, там был план от художника, я не помню автора, у него был, ну, как бы, на сцене написано разные виды успеха художника. Видео я предправила, пока что тебе я отправила. И там были полностью вот эти вот карты разных карьерных путей, он тоже какой-то следует, какие-то приемы он даже пробовал. Получается, что как, что у нас либо мы... Ну... Тебе запрос противоречили, да. То есть ты хочешь у него в авангарде быть или... Да, вот об... И в вечность войти. Да, и в авангарде, и в вечность. Именно. Можно ли сделать то и другое? Такой вот вопрос. То есть можно ли стать популярным художником, но все еще оставаться там в своих, как бы, интерес к тебе или любил? Я думаю, что... Ну, можно, конечно. Можно? Но как неизвестно. Ага. Я думаю, что... Я думаю, что искусство это такая штука и вообще вот искусство истории искусств место в этой истории. Это какое-то настолько невероятное течение огромного количества обстоятельств. Ну, да. Потому что, да. потому что не было бы Пегги Гуггенхай, да, не было бы полоса, не было бы абстрактного экспрессионизма в том объеме истории искусств. Потому что она влюбилась в эту историю и она настолько вдохновилась, начала это все собирать. Первая работа она покупала какие-то смешные деньги типа там 100 долларов. Все на нее смотрели, кричили пальцем виска, говорили, что, Господи, зачем ты покупаешь? Это ужасно. Но, тем не менее, все вот эти вот общения, связи и какая-то страсть и влюбленность в искусство изначально, они уже дальше запустили механизмы. А что потеряло быстро искусств нибудь Абекса? Нибудь кого? Абекса 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 я думаю... Да почти много. Ну, то есть, если в Пэйке Гуглхайбе не купилась бы очень слабые его пытались. Ну, это как бы... Мы бы не увидели классных художников, но мы бы увидели, наверное, что-то другое. Что-то другое бы увидели, да? Ну, как бы... Вся история человечества, мне кажется, цепь случается. Ну, еще авторных специалистов ЦРУ подняться. Нет, ну, это не стало. Сам концептуализм... Просто они ускорили приход концептуализма, потому что те критиковались, и конецептуализм примерно параллельно критикуют, это все же описано. Это мы метроспективно смотрим, и оно вроде как собирается, но на самом деле... Много разных людей, которым интересны разные речи. Кто-то с кем-то встречается, кто-то кого-то начинает продвигать. Мы просто и спрошу, вернее, смотрим и спрошу, и с будущего, и с длинными. А все было как-то не так. Ну, а на самом деле, оно никогда не деться не было. Это какая-то техная премиция огромная. А мне кажется, что сейчас все смешается на записи. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну, просто... Ну, это прокладки резиновые. Я уже у меня прям вырезаешь, вставляешь под эти счеты, чтобы они массовы... Так, ну, что ты сейчас... У нас еще сложный. Это накрытие. Я вспомнил... Ты говоришь, что нет рецепта попадания... Я думаю, что тут очень много случайностей. Ну, нет. А маркетинг не поможет тебе? Он только помогает. Вот, если инстаграмом он работает, если они более-менее понятны и считываемы... Ну, вот есть искусство, которое ты видишь, и ты его как бы... Если у тебя изначально классная работа, которая действительно цепляет большое количество людей, то маркетинг тебе поможет. Ну, то есть, если ты супер-классный художник, но у тебя нет нигде никакого портфолио, и галеристы тебя найти не могут, а сам ты им не пишешь, то ты просто... Ну, это история про то, что, типа, ты лутерейный билетик-то купи. Вот. Но если у тебя фиговые работы, никакой маркетинг тебе не поможет. Ну, то есть, какие-то люди придут, но ты как... Мне кажется, куча примеров. Ну, не знаю, история искусства уже тоже мне инстаблогеры пишут. По крайней мере, до сих пор, я надеюсь. Ну, вот, пример тебе Евгения Васильева. Вот это прекрасно. Она попадет в историю искусства, если попадет как казус. Вот, она потратила на свои выставки, на их организации. Я люблю специализированные как физики про коррупцию. Евгения Васильева. Ну, она же, да, ну, ничего, ну, мы серьезно не можем воспринимать как актера. Нет, я говорю как раз про то, что вот, она как бы потратила на новый денег и на выставки, и на рекламу, но как бы... Ей это не помогло. Выход через сувенирную лавку. Да, ну, она еще как бы просто так живет, ей нравится. Я думаю, да, я думаю, что люди, они в целом гораздо тоньше чувствуют и их не так как просто обмануть каким-то маркетингом. То есть, если она подклассная, она найдет свою новую цель. Просто в том, на две страны без рендов. Остаточная вот у художников, то есть, они вроде бы с капитализмом борются, но и в истории у этих хотя. Да, кстати, это не может быть как полный парадокс, который вообще не складывается и постоянно что-то вызывает. Мы живем тремор. в киталистических отношениях есть же другие возможности. давайте поговорим, как у вас можно. Подождите, вот вы говорите, типа, с капитализмом борются и в истории хочет войти, то есть, вы считаете, что если художник хочет получать оплату за свои работы и он хочет, чтобы они продавались, то это типа фу-фу-фу. Это не фу-фу-фу, но это чаще всего приводит к тому, что рынок может тебе начинать диктовать, что ты могла дать. Рынок, он так устроен. Вот история вот так устроишь, вот течет река, вот течет река, ты с этой рекой, ты знаешь, как она течет и ты можешь ее использовать для того, чтобы там стирать, брать оттуда воду, пить его ему, сделать дужки, орошать поля. Ты можешь рыбу там ловить, да, очень много чего делать. Но это не значит, что ты должен как-то там заменяться для того, чтобы река тебя больше не била. Ты просто взаимодействуешь с этим. Вот это. Во. О, Катя, говори. Мне сейчас само синдром по счету и я внуки я не соложен. Ну, это невозможно выключить. Сломать их нельзя. Я просто хотела сказать, что вот хотя бы обсуждение рыбом в дождей на пласте есть предыдущие два спорта. Условно уже прослуживать на пакет, если ты получили ректами это может быть снимая продажа вещей людям и били или по сути продажа художник если художник работает с теми дисциплина и подняться все равно оценивается по ним. Если художник продает свою работу и делает как получается это на пакет, то возможно какая же экспозиция получается более свободной. Есть вопрос в случае продажа художник может быть более свободной. А в случае продажи художник может быть более свободной в плане построения в себе построения здравого продажа потому что получается что гигуальные потребности средние больше чем модные дискуссии и мне кажется это основной вопрос в какой ситуации лучше выходить и какая ситуация более свободная ситуация вот в какой ситуации вот я бы тут хотел пару вещей отметить сейчас я себе не добуду хотя бы одной дни во-первых весь этот разговор такой классический разговор типа читаешь Маркс это с айфона какой же какой способ производства как бы у нас способ производства при котором у нас есть айфон мы сейчас два денежных отношениях ну как бы марксизм не мог зародиться марксизм в капитализме как бы иначе невозможно то есть мы после производства живем и в нем участвуем а вот мы как бы ну как бы мы с нами все в порядке мы не совсем зафантазировались вот и второе блин я забыл а вот я процитирую Ангелину Бурлюк из ЦК 19 в Новосибирске ну она просто любит про это говорить про общественное благо и личное благо ну то есть нужно считать вопрос себе как бы чем ты занимаешься как бы что ты производишь общественное благо или личное благо и как бы это такой как бы вопрос рубеж который мне кажется да может помогает определиться ориентации как бы своей в этом всем у меня тут два замечания одно это то что мне понравилось что счеты были ровно в ту часть разговора которая касалась капитализма и только и только вспомнили маркса они просто такие ладно ладно священное имя маркса все молчим и что то еще у меня было второе ну наверное оно сейчас куда это надо делать а у нас был пункт меню пункт меню который касался как раз вот этого вот сплава маркса и айфона это акселерационисты 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 с рынчик да это был сыринчик Вот, которые говорили о том, что, ну вот, по-моему, это как раз левые говорили, левые акселерационисты о том, что, то есть, мы можем, как бы, допустим, попробовать представить себе технологию, которая бы, как бы, служила, это же там было, как будто бы, как бы, если передать, грубо говоря, другим людям те же самые технологии, то есть, мы не отказываемся от нее, да, мы просто развиваем ее в другом русле, то есть, ну там, допустим, есть там военная технология, да, она самая, по сути, обычно была она самой передовой, то есть, все, что там было изобретено во время Второй мировой войны, потом, так или иначе, перекочевало в какие-то там бытовые приборы, кастрюли или там какие-то скороварки, ну, то есть, у всего того, что может убивать, есть, как бы, и другая сторона, например, которая может улучшить твою, там, жизнь. И то же самое с технологиями, которые, типа, там, большая часть из которых, которые есть у нас сейчас, направлены на, ну, какое-то капиталистическое ускорение, на вот эти вот... Ускорение потребления. Ну, ускорение потребления, да. Да, как будто бы можно подумать о двух еще каких-то альтернативных вариантах существования. Это-то к чему? Левая технология. Левая технология. Ну, это мы какие-то предположения. Попомню. А что по тебе, я не знаю, ты правильно очень сказал, что военная промышленность – это двигатель прогресса. Военные платят за исследования, но на самом деле во время этих исследований решается фундаментальный вопрос, который позволяет нам производить огромное количество классных вещей. Интернет был изначально тоже придуман как средство обмена информации между учеными. И у любой технологии, действительно, есть две стороны. Взять, например, всю Big Data и вот это вот огромное облако персональных данных о привычках и трекинг, вот это вот есть. У этого как… Это можно использовать как во благо, во имя улучшения мира, так и во зло, во имя слежки и посадки и всего прочего. Технология, ну, я не знаю, это вопрос использования технологии, а не как бы самой технологии. Технология нейтральна. Ну, доступа еще к ней тоже, у нас же неравномерный доступ вот есть к технологиям. То есть, ну, даже не все еще сейчас, вот этот проект уже о том, что нет интернета, и мы, например, туда не можем уже ехать, там, где нет интернета, и никто не поедет. А что же, Маск подручал, значит, в 2021 году поднять шарики и все, и… Маск? По-моему, он. Маск, да, он хочет сделать бесплатный интернет на все, да, все говорят вот к концу, типа 2021 года, весь земной шарик какой-то какой-то… Это не будет рекламы, в этом интернете, естественно, подписку. В Москве где-то его эти спикники, я не помню, как называется этот… Скайнет, что ли? Ну, как-то да, что ли. Скайнет. Скайнет? Скайнет – это терминатор. С терминатора, да. Скайнет. Я бы его назвала скайнетом, в чем дело. Глобально, если называется такое хорошее. Ну, если у нас интернет, то по всему миру это есть, кроме лица. Ну, то есть, это, несаждение технологии, не факт, что она нужна, то есть, это уже такой… Ну, это сделать все единым, да. И нарушение каких-то образа жизни тех же самых, ну, каких-то племен, да, людей, которые не хотят подключаться. Они могут не подключаться. Но сам факт того, что это, как бы, такой абсолютно глага… Ну, это их выбор. Это и есть то, вот эта штука, да? У них нет выбора. Как бы, у них есть выбор, но вот мы сначала нанесем это, а потом будет спрашивать выбор. То есть, есть та сторона, которая, как бы, наносит… Подождите, вы же не насильно подключают к этому интернету, он просто там будет раздаваться, а ты уже дальше выбираешь сам. Ну, это тоже сложный вопрос. Да. Это просто, как бы, раздавание возможности… По классу быстро ходить. Потому что, по факту, интернет – это огромная рекламная площадка. Знаете… Вот это, понимаете, это к вопросу о том, что интернет – это очень… Интернет – это всего лишь средство связи. Не совсем. Это всего лишь средство обмена информацией. И дальше вопрос… Интернет – это просто некоторый канал. Дальше вопрос того, как мы его сами используем. Нет какого-то мирового правительства, которое приказывает нам, типа, отправляй всем рекламу через этот канал. Есть такие же люди, как мы, которые говорят, нет, мы хотим, короче, заработать на этом. Как на этом заработать? Давайте показывать рекламу. А есть люди, которые говорят, а мы не хотим на этом зарабатывать, поэтому мы сделаем торрент-трекер, на который мы будем бесплатно выкладывать то, за что просят деньги. Все равно… Неравная система. Есть все очень тревожные, нет? Заранее. Оооо… Человек. Все равно все подключатся. Слушайте, нам вот эту инсталляцию… Вернее, не эту инсталляцию, а мысль из этой инсталляции… О интернете, который раздает Коз, предлагали… Ну, некая крупная ритейл-сеть предлагала, значит, внедрить в их супермодных новых магазинах. То есть некий менеджер по продажам пришел сюда, все это увидел, говорит, блин, а было бы классно, ребят, если бы вы мне все это устроили в нашем бесконтактном, без продавцов, да, там такой магазин типа нового поколения, где ты приходишь, сам берешь, сам оплачиваешь и уходишь. И вот такой же интернет бы там тоже мог бы быть, ему показалось. Как вы думаете, соглашаться нам на такое предложение или… Вопрос о заработать на искусстве, вот можно по-разному, можно продать идею, да, можно продать инсталляцию. Вот тут у нас пытаются, наверное, купить идею какую-то. Ну, мы так до конца не поняли… Он форм-фактор хочет купить, как бы, роутер, а что он? Понятно. Скорее всего, похоже… Мы как бы ответили, что… Мы готовы обучить позы, готовы там установить все роутеры, да. Но это смешно, что… Да, да. Где в работе проходит вот эта линия, как бы, от чего это зависит, как твою работу воспринимают? То есть, даже есть вот прецеденты, что совсем это даже и не фейк, и не какая-то спекуляция, а вот кто-то думает, что это реально существующая вещь. Это зависит от оптики людей. Это оптика человека, который воспринимает. Конечно. У каждого, да, у каждого свой бэкграунд, у каждого свой мотворки, понимание об этом мире. Кто-то приходит, иногда вот люди приходят, и одна и та же работа, и ты просто спрашиваешь разные интерпретации. Люди настолько разные вещи видят, хотя казалось бы, вот… Даже текст еще написали во некоторых работах, чтобы понять, что… Ой, текст обычно все такое усложняет. Да? Кто-то недавно Клюшникова мы слушали, он сказал такую вещь, что, типа, лучше пусть художники пишут экспликации к своим работам, чем кто-то еще будет вас и демонтировать… А я сейчас в последнее время что-то решила, что тексты работы только портят, и я перестала читать тексты. Хотя раньше я ходила, я была человеком, который читал все экспликации, весь каталог, вот это все. Почему он-то текст-ориентированный человек? Я текст-ориентированный человек, но мне сейчас интереснее воспринимать работы… Чувственно. Чувственно, да. Вот это в начале как раз ты сказала, что… Ну как же там, ну круто, что можно потрогать… Потрогать, да. Как-то понюхать, послушать, и ты как бы… Ну да, просто даже, знаешь, зайти, как бы подойти к работе, посмотреть на нее и без подсказки, задать себе вопрос, а что я здесь вижу? Угу. Это какой-то такой вот квест-встречи с искусством, когда ты не читаешь подсказку, что вот там я здесь вот про это подумал, а ты смотришь и пытаешься воспринять, а что тебе показывают, а что ты видишь, а что тебе нравится, а какие ты видишь связи и так далее. Ну я разделяю с тобой этот подход. Мне тоже, во-первых, тексты читать иногда тяжело, в том смысле, что пишут так, что как будто не предполагается, что это кто-то будет читать, вот. А во-вторых, все-таки, да, какое-то свое мнение составить. То есть мне тоже кажется, что работа должна работать на тебя как бы, ну, как пушка, да, то есть ты в ней оказываешься, ты в ней подходишь, и она тебе сама… Да. Да. Да, да, да. А гробики? Да, это гробики. А к ним вообще им не нужен текст. А это кристаллики. Кробики не нужен текст, а кристаллики хотя бы. А то я не смотрю. Это, понимаешь, это как раз та работа, которая не нужен текст, потому что ты смотришь… Вот очень нужно, это не нужно. Хороший. Ты на чувственном уровне на самом деле воспринимаешь эту работу, вот ты видишь там и кристаллики, и гробики, и в целом, как бы, концепция вся понятна. Я могу на выставку «Некрополь» сходить, куча гробов, можно их чувством воспринимать вообще… Вот тут есть несколько работ на выставке, которым, скажем так, текст и их визуальное представление, ну, мягко говоря, находятся где-то в очень разных местах. То есть сначала ты читаешь текст, вроде что ты понимаешь, потом ты заходишь в инсталляцию, и это вызывает разочарование, потому что из текста исходя, ты ожидала встречи с чем-то другим. Кстати, мне еще кажется, что сначала нужно воспринимать работу, а потом читать текст, потому что сначала появляется, как правило, работа, а текст пишется в постфакту. Но работа же… текст может быть частью работы. Ну, это редко бывает, но в целом обычно к работе текст пишется после. То есть это какое-то изложение по мотивам, и ты восприняв работу, ты можешь составить как бы свое впечатление, насколько человек, который писал текст, совпал с твоим восприятием. Наверное, это очень тонкая история про текст. Наверное, есть отдельные случаи, где можно считать, что текст – это часть работы. Но это реже. Типа трейсия, например, или то, что действительно текст входит в инсталляцию, в твою часть. Или ты прям про экспликацию? Прям даже про экспликацию. Не, мне кажется, что есть случаи, когда художник пишет экспликацию, и без нее работа не сыграет так, как она работает. Значит, она не состоялась как работа. А почему не может быть частью работы вот этот текст? Да потому что это, понимаешь, это такое… Когда тебе нужно объяснять что-то… Но экспликация же – это не только объяснение. Я знаю, что феноменология – это плохая работа. Я вот не согласен. Ты сказал… Ты столько семинаров по ней привел. Нет, но мы сейчас про искусство говорим, что… Может быть, текст к работе мы делали в формате стихов вообще. Это был текст, но он был в формате, например, какой-то стадо. Или это может быть… Он вообще не добавлял понимания стихи… Мне кажется… Понимание – это ты никогда не можешь знать, ты не можешь контролировать мысли другого человека. Ты можешь дать поле, а человек же сам будет трактовать. Я думаю, что тут нет каких-то вообще вариантов. Это же не… А что ты тогда как художник, ты поле, что ли, предоставляешь? Я, да. Текст этого вам вам – попытка навязать как раз определенную опцию. Тут спорный момент. Как раз-то о поле, об обозначении, где зритель и художник могут выслеть какое-то дело. Потому что как раз-то навязывание конкретной идеи – это близко к колониализму, в принципе. Когда мы как бы внушаем, чтобы вот это… Да. Поэтому я думаю, что текст может быть объясняющим или… Ну, это интуитивно как-то все делать. Ну, кстати, есть тексты интерпретирующие и есть тексты описывающие. Это же супер… Описывающие экспликации к работе. Это прикольно. Типа, там, художник поехал… Куда? Да, да. И вдохновился вот этим. Все круто, контекст задан. Есть тексты, которые, там, лакан… Да, это даже все сейчас… Не знаю, как полемика, где возникает в итоге. Если ты просто смотришь на работу, возникли ли… Ну, сейчас свои мысли будут, но как бы… Да. Но, не знаю, когда полемизировать внутри себя с кем-то, то это, мне кажется, может быть гораздо… Нет, я не кладу в текстах вовсе. Я за то, чтобы дать работе шанс сначала. Я думаю, что если мы сейчас… Ну, как бы пытаемся нащупать какой-то единый путь, мы… Да. Подписывающим. Режим внутри… Репрессии. Некоторые работы прекрасно дружат с какими-то текстами, там, типа, да, с ссылками на Вакана, да, и они как-то же тут, ну, типа, выстраивают какую-то новую грань. Некоторые работы и без текста отлично работают, некоторые с абстрактным текстом. И тут это настолько… это настолько тонко и настолько субъективно, то, что тут нет вообще никакого варианта даже подступиться к идее, как это в итоге должно быть. То есть… Я думаю, что… То, что экспликация должна объяснять, но это всего лишь один вариант. Экспликация вообще, мне кажется… Ну, есть же прадорский текст. Есть же еще прадорский текст. Что тогда насчет него? Вот, то есть, типа, есть, например, текст художника, может быть, текст куратора как раз-то. И вот тут вот такой вопрос. Ну, а потом вот с текстом куратором кучу было комментариев, что они вообще путают даже… Нет, ну, да. Те экспликации, которые написаны, но, скорее всего, тебя запутают больше, чем что-то объясняют. Вот конкретно, например, здесь очень тяжелые тексты. Нужна ли выставка, на которой каталог, и еще в каждой работе по 6-20 обеяснений, и потом еще как-то с культурным проводом ходишь, и он тебе еще раз рассказывает, читает… Если больше смысла, что искусство… То надо. Ну, да. А говори об этом утопический контекст, вот про фонтологию, про истощение будущего, да, который сейчас в каком-то смысле то, что пишет Марк Фишер, мы тоже постоянно обсуждаем… Рыбка. Рыбка. Да, что вот истощение будущего, они не оставят нам прошлого, и вот постоянно без альтернативности, которую сделал, ну, капитализм, который сделал вообще наше мышление, да, наше… Невозможно слистать какие-то альтернативные модели, да, и из-за этого мы обращаемся все время… Проигрываем заново какую-то прошлую модель. Ну, потому что здесь тоже, знаете, такой стартап, металутопия и так далее. Ну, я просто как бы поле задаю к этому вопросу… А, ВО, ВО! Нет, 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 ну… Здравствуйте. Еще был интересный пункт про референсно-ориентированное производство. Он как раз относится к многим производству, к конституциям и кассея вообще. По этой целью отсутствия нового, если ориентируешься на производство, выставки, так или иначе, не касается спроса, который уже был. Ребята, мы хотим сказать, что-то про референсно-ориентированное это. Почему мы об этом разогреваем? Потому что… Как называется? Разогревка. Это фишка. Это фишка. Дело в том, что, например, когда мы сюда готовили инсталляцию, кураторы прислали нам референс, как они считают, что работа по нашему описанию могла бы выглядеть. То есть… А как выглядели эти референсы? Как картинки конкретного художника, который уже известен, который уже состоялся, который… мы можем назвать его имя что-то самым длинным, да? Что типа кураторам показалось, что эта работа могла бы выглядеть так. И вот прислали его там, ну, например. Аккуратно. Ну, это даже не скорее всего… А чего они ожидали при этом? То есть они ожидали, что вы к этим вдохновитесь или что вы сделаете что-то похожее? Видимо. Второе, я думаю, что… Ну, нас позабавила такая мысль, знаешь, что сама… Ну, как тебе сказать… Сам механизм, когда то искусство, которое уже было, ну, как введено в поле, принято, понятное, которое уже здесь показывали. И, ну, человек понимает, что, ну, все ясно, слушать, как оно будет, да? Такие… И вот тебе его присылают спустя 10 лет, да? Вот с того, как у нас случилось… Reduce, recycle… Да, и вот этот референс, да? Как будто ты работаешь в агентстве в каком-то там, ну, не знаю, рекламном… Ну, это технология работы… Да, да, прислать референс. Вот нам такой дизайн нравится, вот здесь такой голос нам считается удачным, там, да, да, да. С одной стороны, я понимаю, куратор и смотрит на выставку Далеко. Да-да. Ему нужно сделать так, чтобы все 20 работ звучали как высказывания. С одной стороны, понятно. А с другой стороны, вот эта вот отсылка к прошлому, она показалась нам какой-то странной для музея или современного искусства, да, что тут же… Хорошо, я не буду говорить слово «новое», потому что «новое» — это очень сложно, да? Потому что все равно пытаешься зрителя все время как-то удивить, да? Если происходит что-то или показать, как-то произнести это так, как еще не говорили, все равно ты находишься в поиске этого «нового», со мной стороны. А с другой стороны, вот сама институтция тебя как бы, вроде, отсылает к прошлому. Такой интересный опыт. И я думаю, что мы бы не одни тут с той, какими, которой вы. Да. у меня сейчас включается режим менеджера, и я пытаюсь себя просто представить на месте куратора, которому нужно произвести выставку. как-то я вот пришла на задачу, что, правда, у художников есть какая-то бумажка, может быть, там что-то нарисовано, пара идей, карандаш там, как это может быть, так мне сделать так, чтобы в итоге, как бы, художники сделали максимум, на которой они способны, сделали классную работу. и я, ну, я тоже не знаю, кстати, как решить эту задачу, вроде как присылая вот эти вот мутбланты из Пинтереста. Что-то говоря, это было оскорбительно. Ну, это правда странно. Но это правда странно. Но это правда странно. А что за задача такая? Ну, то есть, твой дочеркторан, который работает с тем, что художники сделали, сделали с ним вместе. Да, как бы. Когда они со своим партфолиумом, как будет классно выглядели, с кубом, вы не знаете, художников на западе, но вы смотрите, они как сами, да и не есть, не выглядели, но это не может. Да, в этом есть. Мне кажется, кроется еще проблема в том, чтобы они сделали классную работу. Потому что то, как будет, ну, как должна выглядеть та прям реально классная работа, на самом деле никто не должен знать. Потому что она находится в области того, что это, ну, как бы, если все знают, как она выглядит, значит, это уже… Ну, да. Если ты должен менять художнику и тому, что… Да, да. То есть вот некое доверие. Вот как бы, возвращаясь к этому колониализму, да, междуинституциональным… Ну, конечно, не как между институцией и художниками. Да. То есть, как бы, если между ними начинает возникать слишком большой гэп в их статусах, да, то начинается прямо, ну, мне кажется… Ну да, заказ прям. Заказ. Именно. Попытка сделать из художника-производителя какого-то конкретного, да. Ну, мы тут находимся в положении классического причинения, когда ты знаешь, что… Либо ты соглашаешься, либо ты не участвуешь, например, в истории. Да, да. Это довольно тяжелый выбор, да, потому что с одной стороны ты говоришь, надо сохранить свой голос и, ну, мы считаем, что должно быть так, так и так, никак иначе. А с другой стороны, тут обязательно там, ну, не знаю, когда к тебе приходит преподаватель, да, то есть ты… В принципе, ты можешь его послать в новый момент, но ты знаешь, что ты не знаешь, зачем там, да, и не толкуешься. Вот что-то такое. Возникает такая ситуация власти. И я думала тогда, типа, насколько… как много кураторов, вот, в крупных институциях, которые, по идее, делают новые, которые показывают новые, которые должны, ну, вот, этому царику покрутить все время. Ай… Если один руководчик, если не сходится на этой точке, что мы покажем то, что понятно, да, будет нашим зрителям, то тогда шанс этот поле… типа, кружок быть вообще никакого. Всегда есть институции, которые… Ну, спектрные институции. Есть институция суперконсервативная, есть институция супер, наоборот, авангардная, которые показывают только вообще… А, суперконсервативная. А, суперконсервативная. А, суперконсервативная. А, суперконсервативная. Ну, кстати, вот интересно, что в целом… Ну, грубо говоря, там, известные кураторы, известные места, они… все-таки, мне кажется, они обычно выбирают известных каких-то людей, да. Потому что у них есть определенная публика, определенное обязательство перед спонсорами. Вот. Ой. У них есть определенный продукт. Соответственно, что вы говорите? Спасибо. Это продукт, правильно? Который сделать. Интересно, в большом количестве разных групп. Да? Получается, что художник в этом… Он просто производственник. Такой… Ты можешь… Я думала, что ты можешь… Производственник – это слава и вечность. Я думаю, что ты можешь выбрать позитивный производственник, да. Да? Если ты… Словно, например, хочешь… Ты ходишь на фиенальный художник, а вы приходишь на стандартный. У всех ответов на фиенальность. И тогда, да, какой путь – это понять, что он за края, как работает… Сделать твое искусство таким, чтобы оно впадало на фиенальность. Да, как-то слава. Вот она твоя. Класс. Я просто представила, как ты… Мне нужно сделать искусство таким, чтобы оно впадало на фиенальность. И ты потом сидишь, такой… Это… Ну, абсурдно. Абсурдно. То есть… Я имею в виду, что ты как бы… Нет, ты… Нет, ты… Нет, ты… Нет, это обычно попадают… Да, это просто… Я думаю, тут есть честная какая-то… Я не знаю… Я не знаю… Конечно. Но если ты будешь не следовать, что делать никому не нужно. Тогда бы было какие-то… Тогда нужны агенты, которые будут консультировать художников. Ты к ним приходишь, как художник, и говоришь, я хочу на фиенале. Они тебе говорят, вот у нас такие тренды, подборка. Нет, я не… Это звучит, как… Это звучит, как работа. Я не думаю, что… Я не думаю, что… Ну, типа, я не… Я думала, что четко есть какая-то внутренняя потребность у художника что-то делать. Может, это наивно, но… Типа, должно быть какое-то внутреннее желание делать как-то. И на это сложно, наверное, полагаться. Потому что иначе зачем тратить жизнь, да? Ну, типа, ну, будешь пособирать тренды. Пей на аллее, типа. Мы же тут пытались обсуждать вопрос, как нам в вечность попасть. Да. Есть ли какой-то рецепт? Ну, это вопрос, он сам такой… Мой рецепт покупать в вечность, это просто попашу… Куда? Мой рецепт, значит, простой. Прольнуться? Нет. Мой рецепт, наоборот. Конечно, мой рецепт, он может простой. Нужно просто быть оприментом делать классные штуки, которые вы верите. И, возможно, да. И все же поддержка идёт. Всё, ребят, мы оприментом делаем классные штуки, и, возможно, мы хотим вам сделать штуку. Возможно. Я не знаю одного рецепта, я не знаю. Модификация. Модификация. Ага. Модификация. Модификация. Я так не знаю, правда. Белый хороший работа. Короче, я не знаю, не хочу. Нужно просто быть суперрецепт, и я согласна, что нельзя там в этих метропориях поправить. А мне кажется, можно. Ну это всегда видно. Ты подождаешься. Я думаю... Модификация. Модификация. Бессмертие. Бессмертие тогда... Она древняя, да. Модификация. Но мы же это говорим как... Кабы. Модификация. Бессмертие. Об этом Гройт можно говорить. Да, вот, кстати, у него очень известная тема про бессмертие. Потому что после религии бессмертия художнику обещали в музей, который попадает. А здесь, как бы, сейчас новая произошла фигня, что музей-то уже не выполняет, лежат функции, дружок, как-то. Ну, музей уже не чувствует для тебя так. Тебе взлетно стоит... Да, гарантий нет, что вечно тебе попадает. Музей тебе уже не мешает. Вечность не такая Вечность. Это большая проблема. Потому что искусство стало какой-то комьюнити обслуживать. Или она стала делать жизнь лучше людям. Ну, в каком-то смысле. А не Вечность. Все Вечность поражают на тень все равно. Я не думаю, что если ты прогнешься, это гарантированно Вечность. Поэтому это Вечность будет как действовать. Договорим за нас. Ну, если мы хотим, то нам надо предупредить интернет. Десять минут? Десять минут. Да, да. Самые эти формулировки, прогнуться и попасть в печенье это такой торт очень забавный. Это очень, ну это ваши формулировки. Это моя формулировка конкретно. Это смешно, да. Это траммарскоп. Это траммарскоп. Двенец типа MC. Мне, наверное, хотелось бы заступить с прокуратором. В том смысле, что, что, что. Вот этот подход, как бы взять референс и дать использователь, который, в общем-то, берет все из маркетинговой структуры, жареный. Ну, то есть, такой вот... Да, да. Это эффективная производство. Да, это эффективная производство. Вообще, это, честно с самим собой, исключает вот эти сферы искусства из вот этих рыночных эффективностей. Потому что, на самом деле, он тоже хочет быть эффективным. В общем, если даже художник хочет быть... Ну и прямо расскажем, ребята, художники это не самые надежные люди. Они регулярно продалкивают все дедлайны, делают то, что обещали, придумывают вот столько, а делают вот столько. И, да, я тут тоже заступлюсь за эту попытку, только как-то контролировать хаос. Ну и еще, думаю, что... Ну, допустим, можно сказать, плюс в гаражу. И он сказал, что... Вот, когда я говорил про вот этот грех между главным художником и институцией, то есть, у них просто как-то был некий страх того, что что-то не произойдет. И чем... Ну, как бы... А это все исходило из того, что они объявили open court. Но на самом деле, ну, то есть, обычно мне кажется, спадали все-таки люди, которые оказывали уже точно запатентованы. И... Вообще, это все-таки их, ну, классный эксперимент, что, ну, они позвали... Ну, может быть, двое классное собрание, кто-то знали, что, в принципе, позвали нас там. Да, конечно. Но мы это там даже не знаем. Конечно. А Золяев сказал, что наоборот это неудачно. Мне кажется, в принципе, что удачная, но она неудачная. Неудачная была именно по подходу в гаражах. Да. Как-то собирали? Да. Собинком делать. Получилось, какая-то сборная солянка. Давайте смотреть, кто говорит, что она неудачная. Профессионалы, вообще кто, да? Профессионалы, общество считает, что это неудачные. Аккуратные. Аккуратные. А если не просто зрители, которые любят гараж, которые приходят сюда позавтракать, и не заодно посмотреть на шоу, шампунска выпить в воскресенье. Может, она и удачная, без изменения билетов, вот этих вещах. То есть любая выставка может быть удачной, или удачный звук, как-бы, да, как меню, звук зрителя и профессионального сообщества. Тут интересно, конечно. В целом, она треничная, как мне кажется. Есть просто посмотреть, куда потыкать, где посидеть. Где посидеть, да. Наверное, эту тачу. Я не знаю, что слово зрители, или как будто бы место, место какой-то статистики. Физеральный кайф. Может, как это было сделано? Как право? Нет, не-не-не, просто слово мне не нравится. Ну да, это просто, вообще, бесконечная штука. Слово зрелище, это очень... Мне кажется, что зрители приходят смотреть на... Не врубить. Ну как бы, читать текст, провести время. Культурно, так сказать, свой доступ организовать. Всё. Седание сходите опять же. Да. Ого! Не думала бы. Я недавно ходила в... Субтитры специалистов в Кустинском. А там, в каждом зале, на каждой стамейке, сидит попарочке. И прямо видно, что мальчик привёл девочку. До свидания. Они спрашивают, а ты, ребят, что-то? Где ты учился? Новая 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 новая. Да, новая новая. Не знаю. А вы, чтобы кино ходили там, у нас не яд. Это в Краснодаре? Это в Краснодаре. В 90-е. У нас есть один музей. Не надо. Там маленький. Здесь все есть? Да. Так, ну что, мы можем разглаживать, разглаживать, разглаживать в качестве самого бранда. Мы, кстати, тихоньку подошли, что, по-моему, то, что выставка сделана по той форме и, по-моему, как инициатива шла с художниками, и плюс здесь еще довольно много не единичных участников, а будут с художниками, и это уже немножко такое было. То есть очень разогретый, может быть, чуть-чуть присылающий хайп по кругу это ячейки борьбы с капитализмом и такой какой-то способ стать вот этим структуром, но что-то нас связали и подумали, что на самом деле не если это, как раз, самый такой аранжарс и трендовая капитализма, в том плане, что все свои организации идеально, эффективно, без внешнего движка на собственной инициативе Нужно не какую-то корпоративную вот этому сверху давление Какая стоимость? Прибавшая стоимость есть, потому что успешная Нет, почему? Какая-то фигня просто успешная государство разве это не здорово, а ты не платишь туда бабы, ничего там не снимаешь а группа сама на своем вот этом мешке у тебя в итоге как же цель стать известным художником? я думаю тут разные цели у нас урана это не для этого урана все системы меняют подход к системе у вас правда не создана организация чтобы стать известным художником? это вопрос это вопрос это это одно это мы все время дадим другую добавающую стоимость вопрос на этом сработать спускать ответы чувствуя что ты сделаешь не так не нормально то есть многие заказки я думаю больше мы никогда не стремились к успеху мы пришли к нему что логично так что непонятно должны ли мы были упородка с капитализмом использовать потоки я боюсь на этот вопрос мы сами можем да ты прям изнанку ворачиваешь зачем это нет ну это пасфордистский контекст и то что говорит и фейсер в том числе организация возможностей по состоянию капитализм ну попробуй помогай по-другому вообще значит что это не какое-то про вот это такое состояние капитализации капитализма и действительно это не другая форма это один какой-то есть один современный ну почему вот есть черный например ребята изверху статистического мира пытаются другим образом договориться между собой но при этом они делают бизнес и достаточно идти в черном это хорошее да там конечно тоже не все так просто любых экспериментальных способов организации вообще что это может быть таким местом для откатки новых вариантов менеджера внутри группового организации да конечно можем не не но не 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 а а а а а не не вот это не а Мне пора, что он был с пыльмоном, там, что он делает. Делает, ну, как, говорит, там есть, ну, как это было. Что, все? Делает. Хороший парфинал. Ну, договори свою мысль. Получается. Ну, не пойдет, так. Сейчас я делаю, но мы сами говорим. Как хотите, вот как госпитал, что такое делает. У меня уже молдало. Все? Не хватит. Я бы хотела просто реализировать такой простой мысль. Мне кажется, очень важно не забывать, зачем ты что-то делаешь. Пока мне кажется, что вы пытаетесь, чтобы антипетеризм не выполнить, просто ради того, что мы придумали слова. Новые антипетеризмские слова. Важно понимать, зачем. Что? Что? Сейчас зачем? Что? Что? Ой, ну ты не всегда знаешь, куда ты хочешь идти. Иногда ты идешь, как полагаешь. Куда? Куда? То есть гипотеза. Ну, кажется, как раз мне хочется куда-то идти. Это не то, что прям движение, значит, так, я устремилась, да. Я имею в виду, да. А это экспериментальный. И ты пришел куда, и такой, ну, кажется, куда же минус. Окей, хорошо, спасибо. Двигируем по полю пшеницы. Да. Спасибо за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...